всем привет с вами амри и мы продолжаем прохождение игры the planet crafter приятного просмотра прошлой серии мы перестроили наши пиа куполы поставили 4 обычных 1 уровня на крышу нашего здания плюс 2 2 купола 2 уровня сделали отдельно потом будем постепенно добавлять новые расширять их количество чтобы скорость реформирования увеличилась также немножко переделали нашу биолабораторию добавили побольше ящичков плюс у нас появилась танцы добычи еды 2 уровня и постепенно мы обновим все эти производители продуктов питания потому что в будущем нам явно понадобится больше продуктов г крафта а также мы достигли этапа трава и сейчас 62 процента на этапе деревьев скорость реформирования у вас резко возрастает так что думаю много времени у нас это не займет к тому же у нас появился днк манипулятор я посмотрел как им пользоваться здесь можно создавать продукцию но я совсем не посмотрел наверх здесь у нас есть книга рецептов генетические последовательности можно создавать деревья они требуют разные цветочки кору дерево и мутаген давайте сразу попробуем создать дерево какой-нибудь например у милора коэффициент кислорода 150 процентов кора дерево мутаген и росток армия ростки армия сейчас глянем если они у нас вообще один цветочек только есть о но у него коэффициент кислорода 450 а у того всего лишь 150 2 на пока не будем давать его использовать что им попроще сделаем возьмем 7 от узко и 7 0 на попробуем из них что-нибудь сделать для мутагена нам понравится образец бактерий метановый картридж и сера мутаген 1 мутаген 2 дерево цернея и дерево эльгея и семени туска давайте крафтить родили вас или нуль на начать секвенирование ну-ка 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 а то есть это не сразу это постепенно будет изучаться окей давайте подождем а пока закинем сюда необходимые вещички пока днк манипулятор все изучает чем бы нам заняться я хотел увеличивать количество экстрактора второго уровня на сплавах серии и осми но не хватает иридия так что добытча иридия тоже нужно будет увеличивать свободной энергии у нас 510 киловатт и куча иридии у стержней как минимум на 3 экстрактора руды нам хватит ресурс взяли пойдемте сделаем дополнительные экстракторы на сплавах на осми и на иридии только не знаю если мы поставим например экстракторы второго уровня он увеличит шанс добычи иридия или он вообще никак не повлияет на это дело мне пока неизвестном давайте сделаем и потом дальнейшем глянем как это вообще влияет конь разница сразу видно побольше такой стал помощнее покруче и потом здесь нужно будет делать продвинутую станцию стащить сюда алюминий запасиков у нас полно чтобы сразу делать сплавы дабы не захламлять весь складик он залит еще ништяк похоже со временем они увеличивают количество производимого циолита то есть не циолит увеличивается количество корней которая появляется благодаря нашему терраформированию и циолит можно будет находить чаще на серу ставить не ставить экстрактор пока не знаю пока не знаю давайте лучше на сплавах сосредоточимся и на осми осми у нас вот здесь сразу делаем 2 экстрактор панька 2 сюда а тут уже захламлилась да все захламлено перекидываем и надо будет сегодня переделать это хранилище расширить его поставить дополнительный отсек и сделать там продвинутый верстак чтобы переделать сразу сплавы хотя нет не получится алюминий на будет таскать это далековато ну не знаю что с этим делать хотя бы просто вылечим склад а сундучок нашли нифига себе пульсирующий кварц ого ни хрена себе а как так как я раньше не нашел этот сундучок и почему в нем пульсирующий кварц же не золотой сундук обычный обычный сундук и в нем пульсирующий кварц шикарно я только за о еще циолитик лишнего он точно никогда не будет улице темно я что-то потерял пещерку с этим каменной стеной это странненько и темнее темнее ночи становится он нашел 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 фух и ставим здесь дополнительный экстрактор второго уровня он там у вас накопилось сплавики шикарно с расширим хранилище здесь вот сразу вот переделать перестроить да давайте сделаем это сразу изучили генератор ядерного синтеза ну-ка-ну-ка-ну-ка-ну-ка офигеть там сколько необходимо пульсирующих кварцев и прикольно они сделали так сеточку тым тым из материалов генерирует энергию которая приводит бла-бла-бла понятно значит это самый мощный генератор вырабатывает 1835 киловатт в секунду то что нам нужно расширил немножко складики сделал вторую дверку что можно было отсюда и отсюда забегать и поставил дополнительных ящиков один ящик под сплавы остальные под другие ресурсы ну-ка чё там под текстурами возле двери нельзя туда залезть никак их жалко хотелось бы туда залезть и посмотреть что там за дверью чего как-нибудь что не придумаем какую-нибудь дырочку найдем пролезем и узнаем что же там скрывается ну-ка-ну-ка-ну-ка-ну-ка давай влетай и не влетается жалко ладушки давайте поехали домой будем строить генератор ядерного синтеза или по крайней мере посмотрим что необходимо чтобы создать столько пульсирующего кварца для пульсирующего кварца необходим целит осми ураны иридий самое дорогое это целит и сложнее всего найти только его у нас есть 5 соли то ну-ка-ну-ка остальных остальные ингредиенты думаю мы быстренько найдем урана разложим и появится из него 9 кусочков нужно будет потом опять вызывать метеоритики чтобы все это собирать для генератора требуется 5 пульсирующих кварцев а что создаем еще 4 4 то здесь сплавы вот такая маленькая фигуренка которую можем даже дома поставить а может и правда ее дома воткнуть и к куда бы ее поставить ну давайте вот сюда пункт кайфинг овенка маленькая обрабатывает 1835 киловатт секунду вот это круто чес нужно только ее создавать да это циолита сколько надо а я я и царида прям до фигища надо чтобы делать такие ядерные реакторы а вот самый редкий материал но зато насколько сейчас свободной энергии еще восемьсот пятьдесят три киловатта ух ты же моё он мне кажется покрывает почти все производство энергии 9 ядерных реакторов второго уровня вырабатывать 2 900 энергии один генератор маленький 1800 х и он один покрывает больше половину всех моих расходов там большие расходы идут на экстракты руды 1000 киловатт в час офигенно вот это да вот это жесть только у нас экстракторы потребляют деревья уже на 83 процентов и что там у нас с днк манипулятором мы получили семена дерево цернея потом их куда-то можно будет засунуть кто-то наподобие разбрасывать или от семян только для деревьев и прямо изучили все в давлении тоже кислородики остался только разбрызгиватель семян деревьев второго уровня автора формировать или только третьего уровня деревьев и термоядерный энергетический элемент ячейка ядерного синтеза но для нее необходимое пятьсот семьдесят восемь g это миллиардов что ли нифига 7 миллиардов и стероформирования офигеть это жесть это сколько там надо потратить чтобы накопить нужно ракеты одно за одно и посылать чтобы столько выручить но сейчас нас приоритете выработка кислородика так что необходимо сосредоточиться только на этом и потихоньку изучать новые семена деревьев ведущий дерево пусть изучается потом мы будем все это использовать и раз пошла такая пляска давайте заменим все производители продуктов питания на второй уровень 1 нам больше не нужен он слишком медленный лучше сделаем поменьше но второго уровня как они будут быстрее выращиваться хотя мы никуда не спешим но просто уменьшим количество всякой фигни которая у нас торчит более-менее выровняем первый уровень уничтожаем удобрение мы наделали так что давайте делать производители продуктов питания вот такую я поту тут понакидал конечно их гораздо меньше чем первого уровня стояла зато будет производиться все в разы быстрее и пока будем сажать только грибочки и баклажанчики а нам необходимо увеличивать их генератора водорослей второго уровня потому что я заметил мне не хватает сильно водорослей только бы их не собирал все равно их не хватает так что будем делать дополнительные и как раз но в этом понадобятся грибочки чтобы создать самородов биопластика на три дополнительные генератора водорослей второго уровня нам хватит ресурсов а дальше что-нибудь придется придумывать снова 1 2 и 3 у нас метеоритик попадал надо все собрать то что вывалилась особо ценное а то у нас уже серы даже не хватает нужно будет сделать дополнительные экстракторы на серу это да это я явно не хватает нам и вызвать метеорит уранчиком его тоже не хватает причем очень сильно а сейчас давайте добавим дополнительные биокупол для деревьев чтобы вырабатывать побольше кислородика рядышком вот так поставим чуть поближе надо вот так только в тетельку еще дверку на вот муть и все будет зашибись он теперь еще больше кислородика у нас будет постепенно будем увеличивать количество биокуполов и нужно запустить ракету дабы в разы вылечить выработку кислорода вот ракета для распространения семян ракетный двигатель 2 сплава бактерии мутаген и кора дерево нам понадобился иридий давайте глянем как вообще выработка иридия происходит на экстракторе второго уровня выработал 10 иридия она обычных среднем 7 но до 6 7 выработка чуть больше но нет себя вообще не оправдывает лучше ставить обычные экстракторы тогда на иридий бесполезно ставить второго уровня так как эффективность не очень высокая и давайте сразу поставим на иридиевую шахту продвинутую станцию сборки чтобы далеко не бегать дабы создавать иридиевые стержни не теориты там падают дурацкие отсюда ее поставим да уж думаю нигде нет сверху там упали и мне их явно не поднять да и плевать создаем ракету для распространения семян и запускаем вперед а сразу за ней делаем ракету для притяжения астероидов того что нам нужен уранчик и сразу же тоже отправляем вперед одна за одной антарадан сейчас будет у нас и семена падать и астероиды с уранчиком будет двойне зеленее сразу все-таки стала зеленым при зеленом еще уранчик упадет так вообще радость будет она пусть пока он падает мы пойдем соберем урожайчик он уже созрел и высадим его обратно вон пошли метеоритики отлично патюральчиком разживемся я сейчас поставил дополнительные производители продуктов питания потому что мне такого рычка оказалось не хватает я немножко добавил не стал слишком плотно делать как по периметру расставил то быть так сильно не сгущалась пространство а то как ты клаустрофобия развивается пусть хотя бы так большое помещение все стоят свободно ничего не мешается и что выглядит вроде бы нормально мы наконец-то достигли этапов деревья ну-ка 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 и где же наши деревяшки чё-то их совсем не вижу где они растут непонятненько надо полетать посмотреть где же появились деревяшки интересненько давайте слетаем в рощу для алюминия может там что-то выросло и вообще по круге полетаем посмотрим поищем может быть найдем какое-нибудь дерево в алюминии ничего такого не нашли я здесь посмотрим пока что там за пространство такое скрытное нет ничего просто нет что-то здесь есть лабиринтик такой странненький серьезно просто проходик ай ну хоть что-то ладушки ящичек и мечка и все ну да ну-ка ни хрена вау пещера с ураном есть наконец-то я нашел урановую пещеру удара поставить экстрактор и добывать уранчик вот это мне нужно обязательно будет сделать без вопросов ну-ка ящичек удобрение второго уровня взрывчатый порошок и сплавы неплохо неплохо всегда радует когда находишь что-то случайно так невзначай просто путешествуешь и бац что-то интересненько это попадется давайте немножко уранчика оставим здесь чтобы не забыть да и вообще моя бы сделать да давайте лучше сразу маяк сделаем и не будем об этом запариваться маячок сюда и конечно же делаем ярко-зеленым цветом чтобы точно знать где находится уранчик так она заканчивается кислородик водичка и еда надо потихоньку уже возвращаться о цветочки росток армия теперь они просто так растут на поверхности шикарно с деревья вы еще найти и вот это было бы ништяк но хотя бы цветочки тоже неплохо чертову колесу сейчас слетаем хорошо что можно пить прямо из лужицы а воде не беспокоимся хотя бы деревья ни хрена себе ё-моё реально деревья вот это ништяк ну-ка-ну-ка-ну-ка-ну-ка кислородик погодите секундочку еды нету здесь еды вроде бы нету цветочки есть это обычные цветочки мне не пока не нужны имел баклажаны мне тоже пока не нужны давайте лучше посмотрим на деревья ох какие некрасивенькие то у хлебота эти снимочек сделаем пыль пылью исчезай ты мешаешься во шпоник пойдет на заставку серии шикарно наконец-то у нас деревья ну-ка 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 давайте залезем самый верх а царит здесь есть нету и деревья ли царит здесь вы как обезьянки сейчас лазить будем и дал свои обезьянки появятся было бы неплохо их увидеть но деревья здесь циолита нету значит он на корнях на корнях в скалах ну-ка может наверху что-нибудь есть чертова колеса здесь тоже ничего нету наверху то можно посмотреть на весь наш мир он красивенький преображается речки начинают протекать по каньону эти нам будет у вас бегать там посмотреть что-нибудь интересненько поискать здесь озеро такое красивенькое и где-то я читал то что рядышком должен быть золотой сундучок давайте посмотрим тех камнях может там есть как раз конечно не точно просто мне кажется так нет нету ну-ка здесь ключок обычный такая фигня пусть валяется пока что нам она не нужна может не там смотрю все обыщем с ничего не найдем то возвращаемся домой вон нашел 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 есть ракетный двигатель это спутниковая тарелка и золотое семя ну чтож неплохо неплохая добыча внутри камушка находится недалеко от чертового колеса а нам пора возвращаться домой сейчас кислородика глотнем и шуруем домой вон еще один цветочек может трех срываю целиться лицари циолит нашли циолитик ништячек 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 долет лишним никогда не будет смотреть в оба вдруг попадется как-нибудь так и мне кажется в лабиринте что и будет наподобие циолита вы не корень расти это точно ну по крайней мере мне так кажется но это не точно путник так рядышком поставим с остальными статуи точками там какой-то непонятненький немножко но пусть стоит а следующий этап нашего развития насекомые 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 до них еще далековато мне кажется снова собирать урожайчик и садить новый она постоянно этим заниматься чтобы поддерживать необходимое количество ресурсов и давайте снимем экстрактор руды 2 уровня середия лучше сделаем урановую шахту уранчик думаю нам будет нужнее хотя уран мы можем добыть с ядерных реакторов просто их разломать равно у нас есть генератор ядерного синтеза который гораздо лучше принципе да можно так сделать но все равно ладно так и шибыть разберем экстрактор и поставим хотя бы один на уранчик мы изучили чертеж разбрызгиватель семян деревьев обязательно его построил после урановой шахты добрались до урановой шахты и сразу строим наш экстрактор до добывает уранчик я здесь делал небольшой вам пост с кладиками и можно будет делать уже разбраскивать или семян деревьев а я уже кислородик даже заканчивается надо значит побыстрее все это строить быстрее 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 временный поставить сундучок вот вот сундук вот фух есть опасная ситуация была ведь не откинул копытца сейчас можно строить уже нормальное помещение блин здесь нормально вот так и не сделаешь все мешается ну хотя бы вот так сделаем если что будем залетать туда что же экстрактор оставайся работой а мы полетели домой заниматься другими делами и я таки не посмотрел этот биом чик ну-ка давайте еще раз осмотримся здесь и поищем какой-нибудь циолитик что-то пока как-то незаметно а вот милой пещере полу иридио ой нашли 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 нации циолитик еще сером эти по собираем немножко перед возвращением еще целит и я миштяк ну-ка ну-ка 20 литика в одном месте 30 литика в одном месте неплохой местечко мы нашли 4 циолитика в одном месте ого-го либо их стало больше появляться либо просто место такое удачное нам попалась 3 циолитика есть больше ничего тут рядышком нету тогда давайте возвращаться подышим немножко интересно он под водой тоже денег прячется нет о уран из метеорита выпавший но мне кажется под водой не будет циолитика ну что корней здесь как бы не особо то и много будет да и вообще не будет возможно о царите к накопили на еще один генератор ядерного синтеза но он пока нам не нужен наша задача сейчас построить разбрызгиватель семян деревьев супер сплав образец бактерий удобрения кора дерева и самородок биопластика вырабатывает 920 кислородика и 85 биомассы и давайте строить разбрызгиватели семян деревьев у нас хватит ресурсов на 6 штучек так хочу они не стоит не хотят а чё не хотят куда их нас делать поместить у него семена дерева чтобы вырастить свои первые деревья разместить на поверхности воды серьезно на воде на воде деревья ну да ладненько попробуем здесь у нас водоросли растут давайте деревья подальше тогда с этой стороны 1 2 3 4 с и 5 вот 5 разбрызгиватель семян деревьев поставили час туда необходимо стоп или 6 еще можем еще 6 можем ну-ка ну-ка давай 6 стой сюда и сейчас туда деревяшки попробуем повтыкать но на данный момент у меня имеется только четыре дерева это дерево и терра цернея и хумиллора давайте попробуем хотя бы четыре посадить еще циолитик ухты ништяк 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 дали эту я всегда рад здесь будет дерево и терра вот сюда за бацин цернею туда или гея и вот сюда помилора ну-ка ну-ка разбрызгивайте мне деревяшки потом глянем что из этого получится и я тут подумал давайте поставим по одному измельчителю каждый наш отсек каждую шахту где стоят экстракторы чтобы избавляться от лишних ресурсов он из их дофигища прямо накопилось а так можно будет засунуть лишнее барахло и не придется столько ящиков нам везде ставить думаю так будет более рационально в везде поставил измельчители так что можно будет избавляться от всего ненужного давайте прямо с этого и начнем железо будем оставлять все остальные материалы уничтожать как все просто да жаль что они еще такие маленькие измельчители были бы еще побольше я бы побыстрее от его избавился то задолбало захламлять меня все наши экстракторы хламом всяким дурацким а если понадобятся какие ресурсы то они и так быстро добудутся можно об этом даже вообще не волноваться ни капельки ни о чем не беспокоиться я тут все прямо забито хламом дурацким и пет от всего поизбавлялся теперь у нас пустые ящички и целых два ящика железом наполненные кух неплохо неплохо я скажу раньше не понимал для чего нужен измельчитель но зато сейчас я прекрасно это осознаю не ожидал что мне столько ресурсов будет лишних что прямо тошнить от них начинает это сейчас избавляясь полной мере у меня почти два ящика полностью забиты осми и ой ля ля ой ля ля капец у меня сколько всего всякого для кого только всего понасобирал ну что нужно будет новые склады уже делать ближайшее время специально такие же тройные только под биолабораторию это у нас тут все забивается прям все захламлено а это мне немножко не нравится может быть сюда их перевести здесь как раз куча свободного места а ядерный реактор тоже кого переставить здесь мини складик сделать и не будет столько хлама у нас везде но тогда придется перевернуть нашу лабораторию чтобы производственный станок был с другой стороны но постоянно не пикать она это посмотрим потом глянем глянем посмотрим с не до этого ну как давайте посмотрим как там с деревья о начали расти ага то есть их нужно высаживать прямо возле берега до чтобы они давали нормальные ростки вот оно что и он теперь я понял так что ребят царям вот эти убираем и поставил откуда и другое место какой-нибудь другого озера поближе к берегу где нет вот здесь лучше поставим имя дерево или гия пусть растет и тема тоже переставить поближе но плавно пусть пока стоят чтобы деревья то не портить уже как они полностью вырастут тогда переставим я хочу посмотреть как они выглядят когда достигнут полного роста вот сюда поставим еще один пункт так ведь куда бы еще воткнуть он там водичка давайте туда воткнем деревце вот ташеньки фоник здесь будет хуми лора такие еще один разбрызгиватель да не подальше давайте прям в пещеру может запихаем или нет нет давайте лучше туда да день в пустынном регионе где-нибудь вот здесь вот к нему вот примерно вот сюда пока никаких семян у меня нету разрывает только потом принесу и посадим по технологиям биомассы мы изучили прям все что можно было остается только повышать уровень кислородика больше всего упор у нас идет на кислород и давление на кислороде ки 546 тысяч а на давление 125 так что нужно делать основной упор именно на кислород значит будем садить больше деревяшек делать больше биокуполов кстати сколько дает нам разгрызать семян деревьев первого уровня 1.15 но здесь семя и терра 125 процентов кислорода здесь верные тоже 125 получается 1150 кислородика а биокупол второго уровня дает 1450 в секунду значит биокупол больше вырабатывает но такие деревяшки все же лучше смотрятся так что я думаю будем усадить их у нас везде росли вот такие деревяшки и наш мир немножко преобразовался может сделать побольше днк манипуляторов принципе можно а то у нас слишком долго создается одно семя дерево мне это не нравится тогда поставим еще один днк манипулятор к манипулятор к манипулятора ну-ка ну-ка вот сюда прямо на другой конец и может оба туда поставить отсюда убрать его да лучше 2 воткнуть вот сюда шики вот так у нас будет стоять два днк манипулятора нас туда поставим куинте рецептик больше всего кислородика вырабатывается из ростков армия и ростка волоса вот два ростка армия а волос поди находится в кого-нибудь золотом сундучки создаем одно дерево хуми лора и второе такое же ну чтож думаю пока можно заканчивать на этом мы успели переделать себе производственную комнату для еды преобразовать их во второй уровень и расставить более эргономично также научились пользоваться днк манипулятором теперь создаем семена деревьев выращиваем их и сажаем их в разбрызгивать или семян у нас появляются вот такие вот деревяшки там разные всякие разненькие деревья вылупляются да давайте переделаем вот эти поближе поставим мне как-то не нравится то что они слишком далеко стоят и малое количество деревьев у нас получается давайте вот так поближе их сделаем то побольше деревьев выросла вот так поближе будет нормально здесь деревья вот такие вот появились такие разные будем сажать кислородика думаю нормально не выдают то здесь конечно одинаковые получились надо будет такое разнообразие создать что вы получаете удовольствие от красоты а здесь вот прям такая вот фигуринка растет везде их по насажаем пустыне что-то пока ничего не выросло а почему так ну да пустыне ничего не выросло может быть бьем неподходящий вполне вероятно возможно можно садить только в тех местах где растет такой зеленый мох это конечно не точно если в следующем сезоне деревья там не вырастут то пересадим возле каждой шахты наши желеотсеки мы добавили измельчитель чтобы избавляться от лишних ресурсов а то там хлама набралось сундучков становится все больше и больше а место все меньше и меньше так что мы избавляемся от всего лишнего ну и наконец самое главное у нас появился генератор ядерного синтеза вот такая вот маленькая фигуринка которая вырабатывает нам 1835 киловатт в секунду это почти как 6 ядерных реакторов второго уровня если праве помню да они вырабатывают 300 это 1800 но требуется циолит для создания вот такой фигуринки а циолит ресурс очень редкий мы конечно по находили достаточном количестве но думаю этого все еще будет нам мало мы наконец-то достигли этапа деревья и следующий этап у нас будет насекомые но как-то продвижение идет слишком медленно поэтому в следующей серии мы обязательно увеличим темпы нашего развития нужно поскорее посмотреть как выглядят насекомые что они вообще тут будут делать и как будет выглядеть наш мир пока что вот такой развивается везде стоят наши ванпосты так что все будет у нас хорошо прекрасно и планетка полностью терра формируется а на этом мы заканчиваем данную серию всем спасибо за просмотр с вами был аврии до скорых встреч